В Чернигове под контроль вооруженных сил Украины перешли пять населенных пунктов. Город Живолноваха, расположенный к северу от Мариуполя, перешел под контроль российских военных. Информация об этом распространила Министерство обороны России. Также продолжается нанесение артиллерийских ударов по населенным пунктам. Еще один социальный объект подвергся авиаудару. В Харькове был обстрелян психоневрологический интернат. На момент нападения в интернате находились 330 человек. Число пострадавших уточняется. Впервые после начала войны взрывы были слышны и на западе страны. Удары наносились по аэродрому в городе Луцк. Жителям было рекомендовано укрыться в убежищах. А в дне пресс-наряда попали на обувную фабрику возле детского сада и многоэтажного дома. В результате погибли по меньшей мере два человека. Шесть получили ранения. Россия также будет привлекать добровольцев в Украину. Президент Владимир Путин дал согласие на соответствующее предложение министра обороны Сергея Шайку. Владимир Путин также положительно оценил инициативу о передаче в Донецк и Луганск оружие западного производства, изъятого у украинской армии в ходе боевых действий в качестве трофея. С начала войны в Украине стремительно растет число бежавших из страны. По подсчетам ООН, эта цифра уже достигла 2,5 миллиона человек. В соответствующем заявлении выступил верхонный комиссар организации Филипп Угранди. По его словам, около 2 миллионов человек внутри страны стали беженцами. Даже если они оставляют свои дома, они не могут покинуть Украину. Продолжение следует...